Десна ТВ Новости Награждение победителей конкурсов по охране труда На прошлой неделе водоем-охладитель Смоленской АЭС переселили более 4 тонн молоди. Всего до конца ноября водохранилища выпустят более 30 тонн рыбы. Это два травоядных вида – толстолубик и белый амур. Эта рыба хорошо очищает водоем от лишних водорослей, что позитивно сказывается не только на качестве воды, но и на теплообменном оборудовании Смоленской АЭС. Станция применяет биологический метод борьбы. Это предохраняет от засорения оборудование станции и, конечно же, влияет на безопасность. Уже не первый год молодь поставляется одним и тем же рыбным хозяйством. И по наблюдениям представителей ветеринарных служб и других организаций, вся рыба здорова и жизнеспособна. Рыба привезенная из Орловской области в сопровождении ветеринарно-сопроводительного документа, то есть вес свидетельства, при визуальном осмотре клинически здорова. Во время выпуска рыбы и еще в течение 15 дней рыбалка будет запрещена в радиусе 500 метров от того места, где выпущена молоть. В это время специалисты рыбоохраны совместно с сотрудниками АЭС будут проводить антибраконьерные рейды по водохранилищу. 12 ноября в здании администрации были подведены итоги конкурсов по охране труда за 2019 год. Лучший уполномоченный и лучшее состояние условий охраны труда на предприятии. Вы переделитесь опытом с вашими коллегами, с молодыми специалистами и в общем формируете позитивный имидж администрации муниципального образования города, ну и соответственно своих предприятий. По областному конкурсу «Лучшее состояние условий охраны труда на предприятии» по итогам 2019 года признаны Смоленская АЭС и детский сад «Ласточка». Представители организации получили благодарственное письмо от губернатора области и Кубок Победителя. Благодарственным письмом также награждена первая школа за достойную работу по охране труда. Вот такими этапами вы должны задавать драйвер движения вперед для ваших коллег. Победителями смотра конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» стала Елена Ермакова, Смоленская АЭС, Елена Брылякова, Смоленская АЭС-сервис, Руслан Богачев, Атомтранс и Наталья Егорова, детский сад «Ивушка». За достойную работу в области охраны труда на своих предприятиях отмечены Любовь Бойкова, детский сад «Ласточка», Павел Лобачев, Смоленская АЭС и Валентина Воропаева. Средняя школа номер один. И считаю направление охраны труда очень важным в работе предприятия и думаю, что мы дальше продолжим улучшать свою работу в этом направлении. Основная задача подобных конкурсов – активное привлечение сотрудников к созданию здоровых и безопасных условий труда на своем предприятии. В конце выпуска о погоде. 17 ноября в Десногорске солнечно, днем минус 2, ночью минус 6. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго!